Месяц встреч, испытаний, надежд, разочарований и все ради нее, ради любви. 119 юношей и девушек подали заявки на участие в проекте, и лишь двое смогли доказать свою любовь зрителям. Они пронесли ее через все испытания и получили заслуженную награду. Я абсолютно убеждена, что в нашем мире становится все больше и больше одиноких людей. Это проблема, современная проблема. И просто наше агентство так уже традиционно берет на себя эту ответственность, социальную, не побоюсь сказать это слово, и соединяет одинокие сердца. Финалисты выглядели в этот вечер особенно восхитительно. Общий стиль проекта помогал осуществить салон красоты Версавия. Нам очень интересно участвовать в таких проектах, помогать съемочной кампании, чтобы девушки хорошо выглядели за счет наших золотых ручек. Финал второго в истории телешоу проекта «Сети Амура» приготовил ряд экзекуций жертвам Амура. Ведущие телешоу «Дьявольский прекрасный Лилия Тельняк» и «Ангельский неподражаемый Стас Зубков» устроили каверзные испытания влюбленным. Участники прошли через допрос, проверку юмора, артистизма и других талантов. Это отняло последние душевные силы наших героев, а зрители окончательно определились с выбором. Самая противоречивая пара проекта Дмитрий Галямин и Елена Лузянина настолько покорили магазин шелковых обоев. Силк Пластер на испытании, что именно им был отдан подарочный сертификат, чтобы ребята продолжали заниматься шелковым творчеством. Проект «Сети Амура» мне очень понравился. Я сама смотрела и голосовала за участников. Все ребята молодые, интересные, активные. Очень рада, что появился такой проект. И буду всегда смотреть его теперь. Каждый из нас когда-то попадал в «Сети Амура». Эта пара понравилась и фитнес-студии Роксана, пригласившей ребят к себе на занятия. Мне понравились те пары. Я следила за их участием на протяжении всего проекта. «Сети» – это такое слово опасное для меня. Не знаю, в сети я не попадала. В мои сети попадали. Алексей Верхотуров и Наталья Каблукова стали счастливыми обладателями сертификата на фотосессию от напитка проекта Чемеевского святого родника. Сколько у них смелости, чтобы набраться, чтобы участвовать в этом проекте. Но хотелось как-то поддержать просто молодых людей, девушек, что они все-таки приняли участие и стали сражаться все-таки лучшую пару. Ну и заодно поддержать своей водой, так как она не простая, а у нас чудотворная. Эту же пару отметила кафе «Солушка», где молодые люди нашли друг друга. Я бы приняла, конечно, участие в этом проекте, если бы он состоялся лет 10 тому назад. Лично для меня любовь – это понимание, уважение к близкому человеку и милосердие. Олега и Наталью отметил клуб «Аэробоулинг» и вручил ребятам сертификат на посещение. Наталью поощрил и Центр медицинской косметологии. Она очень обаятельная, очень красивая, очень умная девочка. Вы знаете, ну я с ним не близко знакома, я не могу ничего сказать о молодом человеке. Клуб наш отдает свой голос паре, которая у нас познакомилась, у нас провела свидание. И, соответственно, мы желаем им счастья, позитива, они такие красивые. И мы приглашаем их в наш клуб и дарим сертификат на бесплатное обслуживание. Генеральный партнер проекта «Сети Амура» компания «Потютьков» не остался в стороне от пары, которая полюбилась всем зрителям. За что они получили по мягкому и удобному креслу. Не осталась пара и без приза от амурного оператора – компании «Билайн». Компания «Билайн» с большой охотой и радостью поддерживает такие акции, потому что в них участвуют обычные курганцы. Ну, так сказать, парни из соседнего подъезда, ребята из соседнего подъезда. Любовь, она существовала, существует и будет существовать. А мы делаем эти отношения ярче. Нина Наболокова и Александр Дробышев особенно понравились автоцентру «Уралавтохолдинг». У нас коллектив молодой. Очень много за время существования компании создалось пар. Я считаю, что это очень хороший проект, потому что молодые люди действительно не всегда могут где-то встретиться. Ресторанно-гостиничный комплекс «Поддог» также не оставил пару без внимания и пригласил к себе на ужин. Мы всегда поддерживаем молодежь в преддверии 14 февраля, поэтому решили поучаствовать. Ну, была бы помоложе, наверное, поучаствовала. Интересный конкурс. Я посмотрела на них, как тут проводится. Ну, довольно-таки впечатляет. Самая сексуальная пара проекта «Сетя Амура» Максим Серков и Анастасия Дубровина удостоились сразу трех подарков. Подарочного сертификата от магазина «Модной одежды Сезон», ужина на двоих от ресторана «Пять звезд» и сертификата от салона «Красоты Европа». Нам очень приятно участвовать в этом проекте, делать людей красивыми и счастливыми, чтобы они любили друг друга. Когда был молодым, я очень много в сетей попадал, но выпутывался. Да, не все молодые и красивые, поэтому и поддерживаю. Я голосовала за нашу пару, которая была у нас в магазине. Несмотря на активную поддержку паре Максим Серков и Анастасия Дубровина, не хватило до победы совсем немного. Ребята сделали ставку на чувственность и плоскую сторону отношений и проиграли. Первое место для них всегда хорошо, а второе – это всегда есть стимул, есть к чему стремиться. Любимцами Амура стали Александр Дробышев и Нина Наволокова. Ребята до конца не верили своей победе, и поэтому их радость была просто безграничной. Чувствуем, эмоции просто переполняют на самом деле. Сегодня мы доказали всем, что мы достойные. Мы лучшие. Да, мы постарались, мы сделали. Спасибо, выражаю огромную, огромную благодарность всем, тем людям, которые за нас голосовали. И, конечно же, проекту Курган.ру. Вы красавцы, вы делаете просто такое. У меня слов просто нет, ребят, на самом деле. Наградой послужила романтическая поездка от агентства путешествий «Тысяча один тур». Причем направление путешествия молодые амуровцы выберут сами. Потому что это любовь, потому что это счастье, и мы правда очень рады, нам правда очень нравятся эти пары, причем все. Мы выбрали эту пару, потому что она, на наш взгляд, она показалась более влюбленная, эмоционально неординарная и яркая пара. На этом проект «Сети Амура» не заканчивается. Как говорится, продолжение следует. Продолжение, безусловно, будет. Мы не можем разочаровать наших зрителей, наших поклонников. Мы будем продолжать. В начале марта следите за новым сезоном проекта «Мисс Курганру-2013». Екатерина Соснина, Василий Малухин, Александр Киселев, Андрей Бахарев. Информационное агентство «Курганру».